Тем временем у борцов с коррупцией похожий непочатый край работы, в том числе и в органах внутренних дел. Вот, к примеру, на крупные взятки попался начальник больницы при МВД. За что он требовал деньги и как насобирал 150 тысяч гривен, узнавала Галина Якушко. 150 тысяч гривен всего за 4 месяца заработал на взятках руководитель больницы при Министерстве внутренних дел во Львовской области Юрий Дубец. Как утверждают в прокуратуре, деньги Дубец брал систематически у тех, кто ремонтировал здание, арендовал помещение и за другие услуги. Задержали его при получении очередного отката. 6 тысяч гривен Дубец потребовал за разрешение открыть массажный кабинет на третьем этаже больницы. Особа спілкувалась с керевником, передала ему непромирную выгоду, он ее отримал, и после чего был затриман работниками полиции. Из рабочего кабинета правоохранители изделили документы и черную бухгалтерию. И сегодня кресло в кабинете руководителя пустует. Дубец находится в следственном изоляторе. В ведомственной больнице он управлял 20 лет. Секретарь пытается защитить начальника. А вот общественные активисты в честность госслужащего не верят. Говорят, взятки в этой больнице в порядке вещей. Штучно створюются перешкоды для проходжения медической комиссии, что есть черты тотальные. Это проблема створена штучно для того, чтобы человек пошел и в последний момент дала деньги, або каким-то другим коррупционным шляхом решила эту проблему. Можно было договориться за медическую доведу, договориться за лекарственников и так далее. Завтра Юрию Дубцу будут избирать меру пресечения. Прокуроры настаивают на аресте. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Галина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер. Львов.